На этом уроке мы начинаем синтаксический разбор суры «Ан-Нази'ат» Клянусь ангелами, плывущими плавно, клянусь опережающими стремительно, клянусь исполняющими повеление, то есть ангелами, исполняющими повеление Аллах. Итак, «Ан-Нази'ат» – это «Вау-л-Касм» – «Вау-л-Касм» – «Вау-л-Касм» – «Вау-л-Касм» – «Вау» – используемое для клятвого значения «клянусь». Значит, «Ва» – это харф «Вау-л-Касм» – «Частица клятвы родительного падежа» – предлог родительного падежа, такой же как «Мин», «Ан» и так далее. Однако, особенностью этого харфа является то, что он относится к числу «Хуруф» – «Вау-л-Джер» – предлогу родительного падежа, только тогда, когда он является частицей клятвы. Также следует сказать, что «Вау», будучи частицей клятвы, добавляясь только к явному имени, то есть может проходить только перед явным именем, а не местомением. Значит, это «Вау» не приходит перед местомением. Также следует отметить, что его «Муталлих», то есть его «Амель», то есть его фактор, с которым этот вал состоит в смысловой связке, всегда бывает удаленным в обязательном порядке, то есть подразумеваемым, скрытым. Он всегда бывает скрытым, подразумеваемым. Значит, «Уксиму» получается. Как, например, когда говорят «Валлахе», то есть «Уксиму Аллахе». Значит, «Уксиму Аллахе» мы не скажем. Хотя, когда мы говорим «Валлахе», понимается «Уксиму Аллахе», но «Уксиму Аллахе» вместе не говорят. То есть перед этим «Джармаджруром» глагол «Уксиму» не упоминается, хотя он понимается и подразумевается, понимается, что он там есть. Говорят «Валлахе», тем временем как его глагол «Уксиму» или «Ахлифу» в значении «Клянусь» бывает всегда скрытым, подразумеваемым. И здесь мы видим, что Аллах поклялся в этих аятах своими созданиями, ведь он, создатель, вершит то, что пожелает. Вторыми, как мы, как его создание, можем клясться только его именами, его качествами и атрибутами, на что есть немало доказательств. Итак, «Уксиму Аллахе» это харфа «Касамин ваджарин». Мабню «Аля фатхан» с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Это имя, которым поклялись, клянусь чем, клянусь истаргающими. Маджрурум би Вавил Касамин это имя поставлен в состояние «жар» частицы клятвы и родительную поддержававу. Валь-жару вал-маджруру, то есть «Вав» и имя «Ал-назаат» мутаалликаен состоят в смысловой связке, би фиалин махзуфин вуджубанс, удаленным скрытым в обязательной форме, в обязательной порядке глаголом. Тақдырху уксиму ау ахлифу. Этим скрытым глаголом является, например, глагол уксиму, я клянусь, или ахлиф, то же самое, я клянусь. Уксима это фиалин мударин глагол настоящего будущего времени, морфуан поставлен в состояние раф. Визивительное наклонение. Почему? Так как этот глагол свободен от амилов, от факторов, которые ставят его в состояние наспе или аль-жазм. Вафаэль, действующее лицо данного глагола это дамируд мустатрумфиих вуджубан скрытым в нем в обязательной форме, в обязательном порядке мастемения тақдырху ана. Этим мастемением, скрытым мастемением является мастемение ана. Валь-фиалин маа фаэль, глагол уксиму со своим фаэлем, действующим лицом, является жумлетун фаэльютон глагольным продолжением. Ибо тедаи это начальное предложение, вля махалля лахминал-иараби, не имеющим места в падеже. Так как ввиду того, что это начальное предложение, то нет никаких амилов факторов, которые предполагали бы для него тот или иной падеж. И как известно, предложение, которое указывает на клетку, должно иметь и джавабль-касм, то есть то, чем поклялись предмет клятвы. То есть предложение, которое указывает на ответ этой клятвы. То есть я клянусь истыргающими ангелами, что будет то-то и то-то. Так вот, этим Джумля Таджавабли Касым, ответом кредки является скрытое подразумеваемое предложение. То есть это может быть любое подходящее по смыслу предложение. Например, Он нази аят клянусь исторгайшим, ля туба асунн айухал куфару ау айухал каферун. Он непременно будет воскрешено, о неверное. Это предложение является скрытым, удаленным, так как последующие упоминания судного дня указывают на его содержание и смысл. То есть оно и так понимается. Как мы видим, Джумля Таджавабли Касым, предложение, являющееся ответом на клятву, состоит из глагола «настоящий будущий времени» – «страдательного залога» – туба асунна, и его найбуль фааль, то есть имени, заменяющего его фааль, то есть смысл. В последующем предложении, иншалом, мы проведем полный грамматический разбор подобных предложений. Пока скажем лишь, что Джумля Таджавабли Касым, предложение, являющееся ответом клятвы, Как же, как и жумнатун и бтидаютун, начальные предложения или же, так же, как жумнатун тафсириетун, пояснительные предложения. Все это относится к видам предложений, которые не имеют места в падеже. Поэтому мы здесь говорим про глагольное предложение Туба'сунна, Ле Туба'сунна, Ла Махалля Лахаминал Ираби, что оно не имеет места в падеже. Дальше, Варкан. Варкан это мафуль мутлах, абсолютно мафуль, абсолютно мастер. То есть, это мафуль, который свободен от всяких ограничений. То есть здесь не сказано мафулин бихи, мафулин амин аджлихи и так далее, мафулин ма'ху. Это мастер, у которого были удалены добавочные буквы, так как в основе было, например, игракан, мастер переходного глагола. Это мастер, который соответствует своему амину, фактору, в его значении, а не буквах, как, например, джаласту куудан, я сидел седьмой, например, во фарихту джазалан, обрадовался радостью и так далее. И как мы видим, абсолютный мастер или мафулин мутлак здесь усиливает смысл своего амина, своего фактора, слово «анназиат», которое является именем, которое указывает на значение глагола. Как его называют, мафулин мутлакун муаккедун ли амилихи. И какой бы этот мафулин ни был, мы знаем, что он должен быть в состоянии нас в винительном падеже, поэтому мы говорим о аркан, мафулин мутлакун, абсолютно мастер, мансуб, он поставлен в состоянии нас в винительном падеже. У алябата на себе признак в состоянии нас в этом имени является альфатху-захирату аля ахрияуна и фатху на его конце. Грамматический разбор следующих двух аяту, то есть он на считате и на что, в сабихат сабаха, точно такой же, как и у аяту аяту, в назиат-гарбан. Так как глав в начале каждого из этих аят является харфатвин союзной частицей, союзом, а мы знаем, что то, что приходит после союзной частицы, перенимает падежи того, что предшествует этой частицы. Просто укажем, что каждый из них присоединен именно к первому слову наазиат, так как его присоединяет к первому именю, и то не указывает на последовательность. А что касается поставленных в состоянии нас в винительном падеже имен нащитан и сабхан, то каждый из них, так же, как и у аяту, в первом аяте является мафулин мутлак, абсолютным мастером. Однако, в отличие от агаркан, каждый из этих двух мастеров соответствует своему амину, своему фактору в его буквах и его значениям. Как мы видим, например, слово нащитат, нащитат, что коренные буквы мастера, нащитан, те же самые, что его амину глагол, что его амину слово нащитат, то есть буквы нун, щин и тла. Значит, грамматический разбор второго и третьего аят точно такой же, как и у первого аята. Поэтому нет нужды все это повторять. Единственное, мы скажем, что вау в начале этих двух аяту, это вау-ль-атфа, вау, являющиеся союзные частицы, а не частицы клятвы, хотя по смыслу в итоге получается то же самое. А что касается следующего двух аяту, то здесь такая же картина, что и во втором и третьем аятах, так как фа в начале этих аяту это тоже харфатвин, союзные частицы, так же, как и вау. Однако фа отличается от вау, который просто соединяет проходящее после него слово с предыдущим, без какого-либо указания на последовательность. Так вот, фа отличается от вау тем, что фа указывает на последовательность, обозначает последовательность без промедления. Поэтому фа соединяет проходящее после его слово с непосредственным предшествующим или предыдущим условом. То есть четвертый аят соединён с третьим, опять с четвёртым и так далее. В отличие от харфа вау, который соединяет и второй, и третий, и последующий аяты с первым. Осталось сказать, что если в четырёх предыдущих аятах каждый поставленный состоянием имя являлась у нас мафальмутла, абсолютным мастером, то в пятом аяте, то есть в предложении фальмутабират амра, слово амра, это у нас мафалин биги, прямое дополнение. Для амра фактора слово альмутабират, грамматический разбор, который такой же, как и у слова анназиат. Значит, амра, это мафалин биги, прямое дополнение. Мансубан поставленный в состояние винительной падежи в алямуту, а нас биги, признак состояния нас в этом имени. Его винительная падежа это альфатхату-захирату аля ахри, явная фатха на его конце. На этом всё, на сегодня, продолжим на следующем уроке. Начнем следующий разбор, начало с 6 аят этой суры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok